Всем привет! Я Ира и Легит в шляпе. Сегодня я вам расскажу про традиции празднования Нового Года в XIX веке в Петербурге и не только, а также про историю атрибутов этого праздника. Традиционно праздновать Новый Год долго, а не несколько дней, начали еще в XIX веке. В то время празднования начинались с момента наступления святок. Сначала праздновали Рождество 24 декабря по новому стилю, сейчас это 6 января. Затем праздновали Новый Год и Крещение. Причем выходных дней официальных в то время было всего 4, но, естественно, празднования растягивались практически на весь январь. Праздники светские и церковные в то время были тесно взаимосвязаны. В Рождество обязательно колядовали в Рождественскую ночь, а утром шли на богослужения. Причем в церквях и соборах даже не хватало мест, особенно в больших городах, поэтому на службы продавали билеты. Естественно, в Новый Год наносили друг другу визиты, ходили в гости, чтобы угоститься праздничными блюдами и подарить друг другу подарки. Этикет позволял ходить в гости по поводу Нового Года и других праздников практически весь январь. В богатых домах устраивали званые ужины, но не только, а еще увлекались балами-маскарадами. Люди простые и небогатые предпочитали уличные развлечения, ну, например, катались на санях, на ледяных горках, повсеместно на улицах в городах стояли балаганы, запускали фейерверки. Знатные дома и фамилии предпочитали ходить в дорогие рестораны на званые ужины. При этом был обязательный дресс-код. Мужчины должны были носить фраг, женщины – красивое вечернее платье. Ну, а на столах были развалы еды – семга, балык, икра, фрукты, шампанское. В XIX веке появилось новшество – рождественские открытки. Стало принято посылать родственникам и друзьям открытку, причем подписанную обязательно красивым почерком. О рождественских деревьях. Все видят это чудо, еще не наряженное. До середины XIX века в России, в частности Петербурге, такой традиции, как ставить ель на Рождество, не существовало. Исключением были только представители католического вероисповедания, которые приносили в свой дом ветви хвойных деревьев для украшения. Во времена правления Николая I, это середина XIX века, уже появляется такая традиция – ставить елки. Притом его жена Александра Федоровна впервые организовала и провела елку как мероприятие для детей знатных фамилий. В последствии подобные торжества стали организовывать не только для детей дворян, но и для купеческих, более простых. И впоследствии появилась традиция, которую мы все с вами знаем как утренники. До середины XIX века елка как атрибут Рождества в принципе не существовала. И, кстати, иностранцев, и в частности немцев в Петербурге всегда было достаточно много. С собой они привозили сюда свои привычки и традиции. И вот именно благодаря немецким переселенцам у нас здесь и появилась традиция ставить елки на Рождество. В 1820-30-х годах не было еще такой традиции, как ставить рождественское дерево в русских домах. То есть, например, здесь в Петербурге Пушкин или Лермонтов рождественское дерево наряженное могли видеть только лишь в гостях у какого-нибудь знатного иностранца. И то не факт. Зато они постоянно присутствовали на балах-маскарадах в честь святок или Рождества. Газета «Северная пчела», которую возглавлял Фадей Булгарин, всегда очень пристально следила за всеми новшествами в обществе. Так вот, в ней упоминание елок как атрибута этого праздника появляется лишь в конце 30-х, начале 40-х годов 19-го века. В ней писали о том, что продают уже наряженные, готовые к употреблению рождественские деревья. Рождественские деревья продавали, как правило, швейцарцы или немцы. Именно они владели большинством кондитерских и кофеин здесь, в Петербурге. Поэтому в этих заведениях под Новый год было очень нарядно. Стояли украшенные деревья, те самые готовые к употреблению, которые можно было и приобрести. При этом в конце 19-го века организовали один из первых елочных базаров, уже по более доступной цене. И случилось это в Москве, у Большого театра на Театральной площади. В Петербурге аналогичный елочный базар, один из первых, был организован в Екатерининском саду у Аничкова дворца. Елку принято было наряжать в сочельник. И сначала для этого использовали простые, так сказать, подручные средства. Ну, например, печенье, конфеты, ленты и фонарики. Детям обязательно клали подарки под елку. Но и не только. Могли положить и на ветви, так сказать, и подарок, и украшения. В то время стали изготавливать специальные украшения для елок. И для этого использовали папье-маше и стекло. За неимением гирлянд елочку украшали настоящими свечками и зажигали в самый торжественный момент. Поскольку это было очень пожароопасно, то рядом с рождественским деревом всегда ставили ведро с водой. Ну, на случай, если вдруг. А вообще, достаточно долгое время, в 1-3-20 века так точно, елка оставалась все еще достаточно редким атрибутом этого праздника. И появлялась она только в домах дворян и просто зажиточных и богатых. А вот в избах крестьян, простых людей, бедняков это было редкостью и роскошью, даже несмотря на то, что можно было пойти и срубить елочку в лес. Коммерция, кстати, сыграла значительную роль в популяризации елки как неотъемлемого атрибута Нового года и Рождества. Известные кондитерские продавали как раз-таки те самые готовые к употреблению рождественские деревья. Причем украшали их, в частности, продукции собственного производства пряниками, конфетами, изделиями из сахара и шоколада. Рестораторы тем самым убивали двух зайцев. Во-первых, они привлекали к себе большее количество народу, стоят красивые украшенные деревья, но и продукцию свою реализовывали. Уже готовую к употреблению елку можно было купить таких кондитерских, как, например, у Вольфа и Беранже, у Доминика. Здесь были очень красивые сахарные украшения. В кондитерской Фейфера или в кондитерской Излера. Там продавали украшения на парижский манер. Более того, помимо съедобных украшений, елочки эти кондитерские украшали также изящными картонными игрушками. Газеты того времени писали, что это настоящее произведение искусства, предметы в миниатюре. И стоили такие елки, кстати, очень дорого, порядка 200 рублей. Ну, а что же употребляли в пищу? Для нас, современных, праздничный стол – это что-то само собой разумеющееся на Новый год. Ну, вот это классическое «не трогай» – это на Новый год. Пост как раз заканчивался к Рождеству, и можно было наслаждаться едой. Вот поэтому традиция ходить за снетью накануне праздников, она возникла еще в 19 веке. Как, впрочем, и сейчас многие ходят за едой в гипермаркет накануне Нового года. Как говорится, времена меняются, а суть остается. В Петербург и Москву свозили множество различной снеги, в частности, уделяли внимание мясным продуктам – гуси, утки, тетерева, рябчики, молочные поросята. Торговали этим всем не только на базарах, но и организовывали стихийные рыночки. Могли продавать прямо с саней, и при этом даже зачастую не использовали весы, определяли вес продукции на глаз. Блюда, естественно, заготавливали заранее. Особенно пристальное внимание уделяли приготовлению птицы и фаршировали молочного поросенка. Была традиция печь на так называемые козули – пряники и печенье в форме козы или коровы. Потому что считается, что по легенде именно эти животные находились в Холиву, где родился Иисус Христос. Также готовили роздвив и покупали икру. Ну и какой у вас запах ассоциируется с Новым Годом помимо запаха хвои? Конечно же, это мандаринки. Угощаться этим фруктом начали еще в XIX веке. Но в то время это был очень дорогой и редкий товар – колониальный. Десять мандарин в то время стоили порядка трех рублей. Для сравнения, за 15 рублей можно было купить корову. Дед Мороз. Естественно, куда же без него в Новый Год. Прототипом этого рождественского деда стал святой Николай – Николай Мерликийский. Этот святой жил в IV веке н.э. в городе Миры, это Малая Азия. По легенде, он спасал тех, кто был несправедливо приговорен к смертной казни. Воскрешал умерших. Лечил больных. Ну и помогал обездоленным. Даже сохранилась легенда, как он однажды это сделал. Он подбросил монеты, и они то ли через окно, то ли через трубу попали в дом, прямо в чулок. В этом доме проживало три сестры, и этих монет, этих денег хватило на то, чтобы обеспечить всех троих приданым. Позже появилась традиция ставить обувь и вешать чулки-носки на камин. Этим занимались дети в Голландии и Германии в средние века. Но тогда делали они это не на Рождество и не на Новый Год, а на день почитания святого Николая. Это 6 декабря. Позже, в 16 веке, в Германии получил широкое распространение протестантизм. И Николай, как и многие другие католические святые, оказался под запретом. Поэтому приносить подарки детям стал некто от новорожденного Иисуса 24 декабря. И именно отсюда и появился образ рождественского деда. Традицию праздновать 6 декабря стали поддерживать голландцы. И называли они такого своего рождественского деда Синтерклаас. Обычай попал в Новый Свет, в город Новый Амстердам, который мы все с вами знаем сегодня как Нью-Йорк. Образ Санта-Клауса – это большой, позатый, добродушный дед, немного напоминает эльфа, путешествует в санях по небу, запряженных оленями, и попадает в дом через трубу. Вот этот вот образ создал и описал в своем стихотворении американец Питер Кларк Мур. Несколько позже другой американский художник доработал этот образ для рекламной кампании Кока-Кола. И вот именно этот образ такого Санта-Клауса получил максимально широкое распространение по всему миру в середине 20 века. Кстати, традицию представлять святого Николая и рождественского деда в традиционной одежде епископа стали сохранять некоторые народы и по сей день. Оленей, конечно, у него нет, зато есть помощники. Ну, например, черный Пит, который попадает как раз-таки в дом через трубу и дарит подарки детям. Или у немцев это руприхт. У него есть сладкое для тех, кто вел себя хорошо, и розги для тех, кто вел себя плохо. В России к Николаю Угоднику относились всегда с особым почтением. Для многих и сейчас он важный образ и помощник в вере. Раньше считалось, что он управляет землей и водой, и ему молились о хорошем урожае. Более того, если надвигалась война или другие конфликты, у него также просили защиты. Даже можно найти иконы, на которых святой Николай изображен с мечом. Но традиции такой, как дарить подарки от его имени на Руси не было. Образ рождественского деда появился в 19 веке в России именно благодаря немецким переселенцам. В 1929 году, во времена СССР, Рождество оказалось под запретом. А в 1936 году провели первые новогодние елки. Вот именно тогда и появился нам уже всем знакомый Дед Мороз. Это был рождественский дед образца 19 века, но с новыми чертами, как из русских народных сказок. Все же помните Морозка. А уже через год провели новогоднюю елку в доме Союза в колонном зале. И тогда появилась рядом с Дедом Морозом его внучка Снегурочка. Она тоже происходила из русских народных сказок. В то время рождественские герои перекочевали из фольклора в литературу. Но на самом деле к Рождеству и уж тем более к Святому Николаю эти герои Дед Мороз и Снегурочка уже не имели особо никакого отношения. Кстати, Снегурочка существует только у нас. Нигде больше у рождественского героя такой внучки нет. Ну, а на этом у меня все. Мои контакты находятся в описании. Пишите, звоните, приходите на экскурсии. Если вы смотрите это видео до Нового года, то с наступающим. Если после Нового года, то уже с наступившим. И всем счастья и здоровья, как говорится. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»